Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 16 часов 46 минут, 28.09.2016 года. Большая вероятность того, что данный ролик будет финальной в серии моих познавательных открытий из-за душевных бесед. Это связано не с тем, что мне нечего сказать. Те, кто последние пять месяцев изучали мои труды, прекрасно видят, что информация зачастую уникальная, раскрываются тайны, которые были не раскрыты. Но я данным роликом хочу раскрыть самую уникальную тайну нашей планеты. Видеоряда, скорее всего, не будет, нужно успеть записать. А там, если все положительно срастется, возможно, кто-то создаст хорошее видео подтверждение данному ролику. Как вы узнали из описания, существует эффект Манделы. Я не буду вставлять чужие ролики, посвященные этой теме. Допустим, отличную работу провел Сергей Игнатенко. Зайдите на его канал. Просто замечательный труд. Изучите, пожалуйста, его ролики. Сергей Тарасов тоже отлично в одном из своих выступлений рассказывает про эффект Манделы. Но видите, какая, как обычно, околесица выходит. Уверяю вас. Скорее всего, если я не озвучу, что это на самом деле означает, в ближайшее время, наверное, никто не даст ответ, что это за эффект Манделы. Я сознательно выдерживаю долгое вступление. Особо терпеливые могут перемотать, или потом в описании написать, на какой минуте я открываю эту тайну. Но особо мудрые, грамотные, прекрасно понимают, что даже незначительное мое слово, особенно в данном ролике, будет иметь очень значительные и положительные моменты. Я, откровенно говоря, колебался. Откровенно говоря, был на распутье, писать этот ролик или нет. Потому что, если с сотовой землей все легко проверяется, и можно с легкостью пересечь антарктический круг, и оказаться в новых землях, то с эффектом Манделы не все так однозначно. Доказать можно, но намного сложнее. Да я и не пытаюсь доказывать. Грамотные, мудрые люди самостоятельно смогут, после моей небольшой подсказки, ответить на все вопросы, связанные с эффектом Манделы. Да, там в примерах не все однозначно. Есть просто ошибки, так сказать, картографов и какая-то невнимательность. Но сам Мандела по себе, этот человек, который ушел в мир, иной, уникален. Благодаря своей неплохой памяти, в советские времена, мне удалось увидеть образ этого человека, как и по телевидению, так и с каких-то газетных статей. Ну, просто внешность попалась на глаза, и детский мозг моментально зафиксировал эту внешность на долгие годы. Если вы откроете Википедию, наберете Нельсон Мандела, то перед вами будет человек, относящийся к негроидной расе, но больше идет у него в внешних чертах закос все-таки под восточных людей. Назовем их условно китайцы. То есть в данном случае в Википедии вы можете увидеть китайца Мандела. Но уверяю вас, лично я в свои детские годы, с экранов советских телевизоров, видел Зулуса, так я для себя его сейчас назвал, то есть черная кожа, такие именно губы-вареники, глаза относительно на выкате. Поэтому тот Нельсон Мандела, который был, был абсолютно другим. Это не означает, что именно этот Нельсон Мандела не может быть тем, и никаких пластических операций. Далее вы узнаете, что я имею в виду. Весь материал по эффектам Манделы я, ну который был доступен, быстренько пробежался, и сделал первый вывод. Молчать не получится, а озвучу не поверят. Да я не прошу верить мне. Просто я дам единственное объяснение, которое объясняет этот эффект в полном объеме. Также, опять же повторюсь, кто не смотрел ролики с эффектом Манделы, настоятельно рекомендую их изучить, потому что то, что вы дальше от меня услышите, будет понятно. А пока для вас это всего лишь моя несуразная болтовня. Также я еще обратил внимание на фильмы, которые называются «Форест Гамп» и «Звездные войны». Действительно, я сам лично помнил, что фразы произносились именно так, как мы привыкли. Но каким образом на всех копиях поменялись самые пафосные слова этого сериала, остается для многих загадка. Другие примеры я не стал бы приводить. Допустим, то, что приводится в роликах, я всегда знал, что так оно выглядит. Сильно зацепил, конечно, Нельсон Мандела, потому что это был классический негр, таким с черной кожей, чуть ли не с фиолетовым отливом, с улузской, так сказать, наружности. А сейчас это обыкновенный китаец. Ну, не обыкновенный, и я забыл по-научному, как называется группа людей, которые, негры с китайцами, когда скрещиваются, там народ определенный, появляется у него есть название. Значит так, чтобы ответить самостоятельно на вопрос, связанный с эффектом Манделы, первое, для начала пересмотрите весь материал, связанный с этой темой. Если вы уже пересмотрели, незамедлительно приступайте к фильму «Назад в будущее», и с огромной жадностью вцепляйтесь в каждое слово, в каждое действие. Также рекомендую просмотру фильм «Игрянул гром». У кого нет времени на просмотр этих фильмов, но есть хорошая память о чем фильмы, в завершении я хочу сказать следующее. Эффект Манделы – это самый обыкновенный эффект бабочки. В интернете как-то я столкнулся, что люди предполагают, что это произошло месяц назад. Нет. Я даже знаю четкую дату, когда сдвиг произошел в нашей реальности. А произошел он 25 апреля 2016 года. Один человек изменил будущее, появившись не в нужное время, не в нужном месте. Раньше временнее было озвучено истинное положение вещей, связанной с сотовой землей, и все полетело в тартарары. Но не волнуйтесь, и не паникуйте. Всегда помните, мы живем вечно. Терять нам, по большому счету, нечего, в плане материальных ценностей. Как я в начале ролика сказал, возможно, он будет последним. Не буду озвучивать причины, почему я дальше не могу писать свои ролики. Умные люди догадаются, не очень добрые начнут критиковать, что вот, пожалуйста, мы все знали. Да ничего вы не знали. Вы даже вообще не понимаете, тех, кто на меня нападает, кто такой на самом деле Вячеслав Котляров и для чего он пришел в нашу реальность. На 7 разрешите откланяться. Спасибо вам большое за ваше ко мне внимание. Быть добру. Субтитры сделал DimaTorzok